всем привет снова на канале джиггер drink сева сомеле и сегодня мы продолжаем дегустацию российских вин и у нас сегодня одно из самых интересных вин кубани это вино которое называется сикори или сикоры правильнее каберной савиньон премиум это молодая относительно винодельня 11 года у нее изначально было 5 гектар своих виноградников со старыми лозами рислинга и каберной савиньона теперь уже имея 20 гектар земли этот это винодельня производит уже и пенонуар и шардоне и другие сорта винограда то есть винодельня за небольшой срок выросла с 5 гектар до 20 производит вина мы сегодня будем пробовать каверна савиньон премиум это у нас 14 год и если не ошибаюсь то всего 24 тысячи бутылок этого вина была разлита что стоит сказать что отмечает поместье семигория своих винах они обладают уникальным терруаром каменистыми гелевых почв в субтропическом климате между анапой и новороссийском в районе семигория такое достаточно живописное место недалеко от моря поэтому там туруар отличается от того что находится в остальной части краснодарского края вот амбициозная молодая винодельня с современным оборудованием с новыми виноградниками и семейными традициями как они себя позиционируют ну давайте посмотрим что александр павлович сикорский нам предложит в качестве своего семейного вина по совету друзей которые мне прислали это вино сикоры каберна если в нем премиум семигория 2014 года они попросили перед тем как его дегустировать давать ему оценку продеконтировать что мы сделали о чем будет отдельный ролик как мы это все проделывали окей итак давайте попробуем наше вино которое продеконтировано давайте будем посмотреть так цвет вина но цвет достаточно приятный очень хороший темно рубиновый цвет может быть с таким вишневым оттенком каких-то фиолетовых отливов особо я в вине не наблюдаю окей достаточно быстрые ножки слезки поверхность вина блеск на 4 на четверку если честно хотелось бы для каберна савинена видеть больше и больше глянца больше блеска окей давайте сделаем первый нос естественно но сразу очень перечный может быть вино немножко не постоял сколько нужно декантре но нос очень перечный напоминает откровенно говоря такую перезревшую черешню есть немножко кожаных оттенков я не буду прям выделанную кожу ну совсем чуть-чуть немножко ароматов недозрелой черной смородины такой пока пока очень непонятный аромат на самом деле не скажу что это букет прям но если честно неоднозначное мнение по поводу аромата потому что многие оттенки как-то угловато выглядят на фоне друг друга вот как-то не не клеится в какую-то хорошую гамму немножко ментола и воденков и зеленого гороха таких традиционных ароматов для молодого каберна савинена перечность проходит очень быстро остаются вот эти никому сказать так за друг другом борющийся ароматы перезрелой черешни незрелой черной смородины зеленых оттенков зеленого перца гороха может быть мяты неоднозначно сказать что вино плохо пахнет нельзя но то что как-то все как-то не гармонично так скажем окей давайте попробуем что же у нас во рту во рту примерно такое же ощущение среди поселитонин для каберна савинена даже сказал бы слабоватый очень странное послевкусие детки винограда такой немножко грибневое или может быть как раз зеленого гороха и очень пряное такое достаточно долгое и с очень ровной мягкой кислотностью опять же не свойственный каберна савинен вино без дуба то есть не выдерживалась дубе насколько я знаю с мацерацией день в течение 12-15 дней на мезге при низкой температуре и ферментация достаточно длительного около двух-трех недель по идее должно быть все более насыщенное как мне думается исходя из того что знаю о поместье сикоры мне кажется все таки это каберна савинен собирается с молодых лос они с тех старых рост которые являются как бы изначальными с тех пяти гектаров к сожалению вынужден сказать честно я ожидал большего мне думалось это вино будет более интересным учитывая что цена этого вина немало самое минимальное что можете найти это 1320 рублей то есть это не дешевое вино мне хотелось бы введите за такие деньги больше вина больше в этом вине ну так скажем по качеству вину я остаюсь пока нейтральным я думаю что может быть нужно еще подождать чего-то в декантере что-то может произойти в лучшую сторону но пока я так скажу честно вино достаточно недорогое для российского виноделия и то что у меня находится в бокале пока неоднозначно сказать что мэрика что канал джиггер-дринк рекомендует это вино я не могу я думаю что канал джиггер-дринк и я лично рекомендую попробовать это вино если вы просто хотите расширить свой газор и составить свое собственное мнение о российских винах краснодарского края и кубани в частности и частности о винодельни сикоры вот такое будет заявление но я в любом случае надеюсь что в будущем это вино себя еще покажет и винодель российское виноделие встанет на ноги будет интересным и вкусным и на сегодня все с вами был Сева Семили